Привет, меня зовут Мила, и это мой новый влог. В этом видео вы увидите, как я нашла модельное агентство, как мы отметили день рождения в горах и моя первая съемка в Барселоне. Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Приятного просмотра! Всем привет! Спустя месяц, как я в Барселоне, наконец-то иду в модельное агентство. До этого были праздники, мы ездили в Прагу, как-то не было времени. И я была в поиске материнского модельного агентства. Недавно я заключила с ними контракт, и они мне нашли уже принимающие агентства в Барселоне. От иду на первой кассе. Кстати, сегодня я иду сразу в два агентства. Первая у меня встреча в 10.30, вторая в 12.30, и третья будет в понедельник. Здесь есть небольшая сложность, что все общаются на английском. Я уже подхожу, минут через пять буду там, как выйду, расскажу, как все прошло. Моя встреча с агентством прошла очень быстро. Буквально за три минуты без английского очень сложно. Они у меня спрашивали, как давно я сюда приехала, будут ли у меня еще встречи с агентствами. Поняли, что мой английский не very well, и сказали, мы свяжемся с твоим агентом. И полароиды снимать сегодня не будет, потому что не все менеджеры и агенты на месте. А еще они мне сказали, что как ты будешь работать, если вдруг фотограф попросит тебя как-то встать, или там какую-то эмоцию сделать, как ты его поймешь. Я говорю, я понимаю. I try to win kittlish, I turn quickly. Старалась это как-то загладить. Конечно, это влияет. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Сейчас буду готовиться к следующей встрече. Посмотрю, где я находился. Погнал бы мне туда ехать. Подучу английский. И поехал. Очень интересно, что там находится и чья-то квартира, и офис агентства. Знаете, как понять, где что находится? Вот. Звоночек. Это сатровое агентство. Они такие милашки, а то, наверное, все пошло суток. Мы спокойно поговорили на английском. Цели мои параметры. Откуда я чем занимаюсь, мое хобби. Про TikTok, конечно, вы спросили. Я им рассказала, что у меня большая аудитория, с какими я сотрудничала. Их это тоже очень заинтересовало. Вот. И, в принципе, агентства в Европе обращают внимание на соцсети. Они сняли мне Polaroid, Snap'ы. Сначала в одежде, потом в купальнике. Мое представление. Проходку. Все это заняло примерно час. Посмотрим. Они должны писать моему агентству. Сейчас хочу где-то сесть, выпить кофе. Мне нужно забронировать ресторан, потому что завтра у Сережи день рождения. Я ему приготовила подарок. Мы поедем в горы. Вот. Еще нужно решить пару рабочих моментов. Ответить на почте. Короче, после визита во второе агентство у меня немного поднялось настроение. Потому что все прошло так гладко, хорошо. Они очень милые. Мне кажется, мы друг другу понравились. Короче, надеюсь на положительный ответ. Я приехала домой. Пойду дальше учить английский. Потому что мне еще поставили на завтра встречу с одним модельным агентством. Она, кстати, лучшая в Барселоне. И опять на 10.30. Я, блин, не люблю такие ранние встречи, потому что у меня всегда отеки. Хотя я на ночь не ем ни соленое, ни мучное, ни сладкое. Не пью много воды. Тем более я перед этим занималась спортом. До этого я делала небольшие тренировки. Но такое настроение, что по утрам у меня небольшие отеки. Кстати, как я от них избавляюсь, я поделилась в своем телеграм-канале. Еще день рождения у моего парня. Я только что забронировала ресторан. А 14-го мы поедем в горы. Я надеюсь, эта поездка состоится. Он пока об этом не знает. Это будет сюрприз. Он давно об этом мечтал. Поэтому, надеюсь, все получится. Хочу показать, что на мне надето. Очка. Ну, а посмотри. Она суперкомфортная. Я в нее влюбила. Дальше. Вот такие классные, боже, мне что-то. Это Zara. Body. AliExpress. Ботинки Prada. Сумочка тоже Zara. Мне очень нравится, как смотрятся эти джинсы. Во-первых, у них низкая посадка. Интересная такая фурнитура. Посмотрите на эти коленки. И они широкие внизу. В общем, я просто очень давно искала джинсы-клеш. Низкой талией и кожаную. Я иду на встречу к третьему агентству. И мне повезло, что оно находится в пяти минутах от моего дома. Вот в том я бегу, мне надо купить торт, шарики. Все это красиво оформить. В каком красивом месте находится их офис. Кстати говоря, я только сходила на кастинг. Они спросили мой возраст, мои параметры. Посмотрели мой тик-ток. Спросили, с какими брендами я сотрудничала. Сделали пару кадров. Собрала шарики. Быстро нужно еще раз печатать сертификат на горнолыжку. С поздравлением. И все. Смотрите, какие милые тортики делает девушка, которая сделала нам торт. Вот ее кондитерская. Вот коробочка с нашим тортиком. Приключение, о котором ты так давно мечтал. Мы хотим исполнить в этот день. У тебя есть три попытки, чтобы угадать, что это. Я не знаю. Ну угадай, что это может быть. Давно об этом мечтал. С чем связано? Занятие какое-то? Какой-то абонемент? Не знаю. Давай, ты давно мечтал, хотел. А путевка какая-то? Билет какой-то? Нет. Ну подумай. Ну я не знаю, типа сертификат, билет какой-то. Не знаю, кататься куда-то на лыжах кататься. Да, да. Но я сразу почему-то об этом подумал. А где кататься? Мы с тобой завтра едем кататься на лыжах. Нифига себе, куда? В горы. Серьезно? Да. Дарила уже Сережей шарики, торт и сертификат. Ваши впечатления, эмоции, пожалуйста, поделитесь. Я очень рад. Супер, я очень рад. Очень эмоциональный парень. Пришли выпить шампанского, перекусить. Это, конечно, красивое. Что ты говоришь мне? Я говорю, ты взяла, освобождается столик, люди стоят ждут. И ты берешь просто на этот столик быстро кидаешься. Так я не видела, что там стояли. Клянь, флаг Испании, ты видишь? Где? На, наверху. Красно. Я видел уже здесь. Итак, нам принесли тартар из лосося. Миди. Я не могу ничего, ютубом начала заниматься наконец-то. Да. Чего бы это ты резал? Чейк. Я не знала, что будет настолько красиво. В следующий раз надо будет приехать сюда на закате. Мы в этом влоге, что-то с тобой на алкоголиков похожи. Днем пьем, вечером. В Барселоне на алкоголиков. Давай. Хэппи бездэй. Спасибо. У меня рыба. У тебя чёрт? Морской чёрт. У меня морской чёрт. Нет, у меня... А у тебя телятина, которая мариновалась 30 дней. Брауни и Сара. Я буду брауни, наверное. Ну, бери. Брауни куми. Без эти. А, окей, окей. Как раз думаю, вот мне чуть-чуть не хватает. Да, да, да. Они как знали. И сижу и думаю, вот чтоб я ещё сейчас поел бы. А можно было вот так, типа, вот много желаний одновременно называть? Ну, я думаю, можно. Ну, я просто не знаю, штук 10, ладно. Ну, какое-то точно сбудется, чтоб не промахнуться. Ну, я не знаю, штук 10, ладно. Ну, я не знаю, штук 10, ладно. Всё, мы переоделись, переобулись. Осталось получить лыжи и полетим. Сейчас с карцера, потом покушаем. Да. И попьём. Мы решили, что-то надо скачивать, и все, и потом зайдём. Ну, мы решаем. Да, и закрываться контейнером. Это наша компания. Сколько нам ехать? А, 2-3 минуты поднимаемся. И сейчас будет такой спуск. Господи, я не знаю, как и будет сейчас. После этого мы сейчас поднём ещё на один подъёмник, и потом уже будем чисто съезжать. А почему бы не на этом подъёмнике? Это выше поднимают. А, выше? Да, это же больше выше, да. А, второй подъёмник. О, Серёжа поднялся. Мы едем на какую горку? Это какая? Зелёная. Зелёная. Повышенная сложность. Повышенная сложность. А это какая была? Зелёная пониженная сложность. А, а следующая красная? О, следующая синяя, потом красная. Круто. Но мы сегодня и на чёрной усеем. С теми темпами, как мы учимся. Природа класс. Молодец, супер. Умничка. Нарезай. Вот так. А, дядя, как стремало. Езжай прямо до кафешки. Это первая остановочка. Привет. Мы только что спустились в суперстрашные горы. Это наш инструктор, который нам всё рассказывает, показывает. Сейчас будем есть наши... Подписывайтесь, ставьте лайки, тяните на колокольчик. У нас завтрак будет 2 часа дня. Окей. Мы только что полчаса всё проехали. Прям на такой большой скорости. Вообще, такие эмоции крутые. Блин, надо бы снять этот кусочек хотя бы. Давай я спущусь чуть-чуть. Достану телефон и ты проедешь. Потом ты становишься, я проеду, ты меня снимешь. Ну я могу тебя поснимать сам весь. Фу, ну это жесть. Мы спустились, мы... Мы спустились и мы аж обнимать друг друга. Начали от эмоций, которые мы получили, пока спускались. Блин, это очень круто вообще. Так ещё так всё на уверенном, как будто мы катаемся уже, я не знаю. Как будто мы всю жизнь катаемся на этих лыжах. Я в токе, мы ещё так быстро фигачим. Вообще, очень быстро. Талантливые люди, талантливые во всём. Можешь дать быстрее скорость, ещё чуть неплохая. Ты чувствуешь, как будто ты как птица летишь. Да, да, да. Да я вообще, я ехал, я хотел вот так делать. Да, это очень классно. Я, вот ты когда всегда говорил, ну типа, всё, поехали на лыжи. Хочу на лыжи, не понимала, что в этом такого. Ну лыжи, лыжи, в стол и едешь. Как на роликах. Но лыжи это... Наше катание закончилось. У меня уже очень сильно болят мышцы, ноги, руки. Я ничего не чувствую. Серёжа говорит, что мы как-то часов пять, да. Мы сошли. Блин, дверь, согреться. Нет? А что мы будем делать? Можно капучино выпить. Не, я уже не хочу кофе тут ночью. Уже скоро ночью. Относим лыжи и домой. Ехать нам три часа. Я чувствую, я буду спать. Приехали после горнолыжки. Это, конечно, был супер эмоциональный день, после которого мы ещё отходили целый день, потому что оставили все свои силы и эмоции там. Планируем через месяц ещё раз туда поехать, потому что я даже представления не имела, что кататься на лыжах будет настолько круто. Я столько эмоций получила. Мне кажется, мне и хватит ещё на год вперёд. В общем, если у вас будет возможность, обязательно съездите в город. Даже если вы не умеете кататься, вы получите море эмоций, которые запомнятся вам на всю жизнь. Теперь я хочу научиться кататься на лыжах и ещё попробовать на сноуборде. На нём, я думаю, сложнее. А сейчас я уже иду на последнюю четвёртую встречу с модельным агентством. У меня уже есть новости по предыдущим агентствам, но ещё хотим сходить в это и уже между ними выбирать, в каком мне оставаться. Так что, пожелайте мне удачи. Это агентство мне нужно. Оно находится на первом этаже. Ну что, я вышла с модельного агентства. Всё прошло хорошо. Как обычно, меня спросили, откуда я, где я работала, какой у меня опыт, сколько мне лет. И сказали, что свяжутся с моим модельным агентством, как решать насчёт меня. Поэтому ждём ответа. Я бы сейчас прошлась по городу, но мне нужно прописать сценарий к ТикТоку, к Телеграму, чтобы быстрее начать уже снимать. Потому что слишком много мы отдыхаем. То в горы ездим, то ещё что-нибудь. В общем, нужно браться уже за работу. Я не могу дождаться, когда мы переедем в нашу новую квартиру. Просто я уже представляю, какой там может быть фон, что у меня уже нет желания снимать в квартире, в которой мы живём сейчас. Вот, и я никак не могу себя заставить. В общем, поехала домой готовить. Шесть утра. Дороги пустые. Мне страшно. Иду на съёмку свою первую в Барселоне. Вот этого я и боялась, что я приду и не смогу разобраться, как мне попасть в студию. Я вроде нашла дом, который мне нужен. Но как попасть? Блин, студию. Вот, смотрите. Моя студия вот наверху написана. Вот, пожалуйста, дверь. Вот всё, класс. Как мне теперь попасть? Снова закрыта. В общем, я стояла минут пять возле двери. Подошла какая-то девушка, открыла и зашла. Я побежала за ней, спрашиваю, знаете ли вы, где здесь есть студия? Она сказала, что знает. Но если я зайду сюда, я выйти уже не смогу, потому что там строго всё по ключам. Я так понимаю, тут квартира, она тут живёт. Вот прямо там. А здесь располагаются студии. И прикол в том, что там никого нет, и там никого нет. Я просто очень пунктуально обладаю. Мы попали в студию. Субтитры сделал DimaTorzok Выходишь со съёмки, а тут такая красота. Солнце, пальмы, попугайщики летают. Выходишь со съёмкой. Я сейчас пойду, возьму себе кофеёк по завтракам. Видит столько попугайчиков. Не знаю, увидите вы или нет. Нет, не видно. Вон они на деревьях. Не видно где. Вот они зелёненькие сидят. Ах, кайф. Вот он, он красавчик какой. Я обожаю попугайчиков. О, какой милаш. Бааааааай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok